Что вы хотите сказать Децилу? Пускай ей свою Африку и побреется там. Это стих какой-то. Это любой подбор слов. Рэп можно просто говорить рэпом. А кто-то не может просто говорить даже без рэпа. Смотри, какое всё древнее. Амалахов до сих пор там, ходит по студии. Евгений Амалахов вообще никак не изменился. Ну как, постарел, морщинистый, немного. Ну просто его далека показывают и гримируют. Если хоть в одном есть какая-то... У меня смысла, у меня смысла намного больше, чем сейчас в твоих слова. Не, ну так-то правда. Сложно представить, что существовал времной период, когда быдло черпеть не могло рэп. Сейчас быдло рэп исполняет. Хотя быдло так и на дух не переносит. Вообще со времён начала двухтысячных по сути мало чего изменилось. Малахов всё так же раздувает говноскандалы на федеральном... У меня даже прическа не поменялась, и стиль, смотри. Вообще ничего не поменялось. Ну только костюмчик носят, по сути. Всё остальное это же точно и самое осталось. Каналахов, а децловские дреды всё так же на месте, и они явно многое успели повидать. В этой стране ничего не менялось. По длиннее, конечно, стали, но ничего, они ещё зародыш Тимати у себя на подпевке помнят. Крутые чуваки на крутых фишках, крутых кишках. Тихо, 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 тихо. Одно из важнейших изменений это появление широкого доступа в интернет. Людям стало намного проще креативно выражать себя и демонстрировать свой талант массам. Надобность в продюсерах отпала, необходимость в MTV тоже. Спасибо техническому прогрессу нужно сказать не только за появление клёвых независимых исполнителей самородков, но и за вот это. Закрой свой рот, еб***чий! Уб***к, сын, ты сучий! Стыдно! А это вообще просто что-то за бит был, что знакомый очень бит. Что-то там такое... Школа рэперы с вебкой. Их так много, что потянет на целый отдельный музыкальный жанр, но как бы плохо они... О, это же легенда! Тиморка Битлз, да. Как там песня звучала? Что-то копы... Снова копы на хвосте. Оно? Ну да, нет, это же про копы на хвосте. Это ещё до ремейка, до ремейка, да? Где микрофон их искренность всё равно пробуждает. О, озеро! Ты знаешь? Мы будем на озере купаться. А ты всё знаешь? А ещё там валяться. Ну да. Ну да. Где-то внутри. Но вернёмся в двухтысячные, во времена, когда детский рэп мог вставать только при условии наличия богатого и щедрого спонсора в лице родителей. Проект Децл. Первый несовершеннолетний рэпер на Руси, превративший хип-хоп в чистый мейнстрим. И это же реально было круто. Толково снятые клипы, отличные минусовки, да и кто ещё Качёва мог бы зачитать на такие волнующие темы, как непонимание со стороны родителей и опоздание в школу. Опоздание в школу. Выгнали из класса. А вон Тимофе сидит рядом. Вон Тимофе сидит рядом. А потом, вроде, после смерти Децла решил фильм снять его про него или что, или снял или не снял, не знаю. Шестерка. Соп-продюсером Децла был Влад Валов, более известный как рэпер-шеф. Без лотского вообще. Читающийся на Википедии основателем хип-хоп культуры в России. Ого! Это он сам историсен Википедии создал. Все пишут про себя, я основатель, я самый первый блогер и самый первый рэпер. Это Крит, да. Децл начал взрослеть и собрался уйти в свободное плавание. На замену ему очень быстро нашёлся новый кит-хоппер, ещё моложе и зеленее. Вот. Этого великого рэпера, так же как и Тимофе, мы впервые увидели именно в клипе Децла. Как, вы не знаете кто это? Нет. Тогда лучше бегите. Угонь, кто не знает меня, это серьёзно. А когда узнаю для него, уже будет поздно. Оооооо! Ну это такая дерзкая заявка, слушай. Это Жорик! Жорик! Уартанов? Что ещё за жорик вас, наверное, заинтересует? Ну, Жорик это Жорик, так даже в названии трекер каждого. Большего вам знать и не нужно. Жорик это Жорик. Потому что вы уже избраны. Моё имя произносят только избранные. Жорик только для элиты. Вау, за 11-летним Жориком бегут тётки. Вообще на 11-летнем Жорика вообще рвёт дико. Вспоминаешь молодость? Нет, ну у тебя так не было такой кринжатины. Я примерно тот видел. Ну ты видел? Да. Но у тебя такое более матерное, более такое грубое было, да? Нет, такое всё и было. Там же показали. А Жорика тоже видел? Пацан вначале выматерился хорошо. Да. Нет, я не видел Жорика, но примерно такое же дело всё. Хотя тётки Жорика усыновить, наверное, хотели. Ведь если судить по тексту, он реально какой-то ауешный беспризорник. Вообще ощущение, что 11 лет от не возраста, а его срок на зоне. Родзывся на зоне. Ты чего? Ты чего? Но это всё просто додумывание. Никакой он, конечно, не беспризорник. Просто мажористые дитя авторитета из 90-х. Идет ему равных лет. Если о чём-то попрошу, он меня уважит. Богатенький Батя уважил... У меня уважит. В тексте честно раскрыта вся история появления рэпера. Весь Ориджин. Батя уважил любимое Чадо. Подарился Нульке возможность пооткрывать рот в телевизоре и поиграть в рэпера. Вот это Жорик. Да, это я. Ребята, ура, ура. Да, это Жорик. Наконец-то ты дошёл до нас. А вот так под темпой не Жорик. Что-то ты зарылся в свою одежду, что тебя даже не видно как-то. Да не, я не зарылся. Нет? А чё? Не жарко? Мне так нравится умирать, когда много одежды. Бум. Это мой стой. Слушай, а если вот станет модным, круто, не хип-хоп, а балет, вот ты будешь балетом заниматься, нет? Чё, баба, что ли, балетом? Ух, эти тёчки, догнали всё-таки, окружили пацана-деманихи. Масок не хватает, спокойно, не оставившись. Дёргай. Тихо, пацан, выпал, тихо, тихо. Чё, баба, что ли? У нас хороший вопрос. Жорик, ты мочишься в постель или спишь с игрушкой? До свидания. Походу рассекретили. Жёстко. Глава позвонила. Пацана, это не совсем правильно, ведь ответственность за всю нелепость образа Жора Жориком, а Жорика полностью лежит на отца и продюсерах. Ну да, как-то грустно. Те, кто любит ребят из Бэдби, Купер, Шеф. Бедного пухляша все люто ненавидели. На концертах пацана закидывали подручными средствами, а по телеку крутили в итоге исключительно в передаче «Щит-парад». У него ещё памперсы на губах не обсохли, а его уже боится весь двор, вся школа и вся милиция. Встрелились, да? Сибирской язвы какая-то. Боже, какая шутка. Тем не менее, Жорик ещё технически не был даже подростком, а осилил читку на целый альбом. В принципе, при прослушивании становится ясно, что местами это задумывалось скорее как Стёб. Тут на минусовках сэмплы из советских мультиков, а обложка вообще будто свистнута у Кипелова. После неудачного альбома Жора свалил зубу гор и залёг на дно, пока в 2009-м вдруг не вспомнил, что он рэпер. А ты когда вырастешь, тоже будешь рэпером? Я рэпером всегда буду. Жорик, что ты нам расскажешь по поводу своих планов на будущее? У меня не было в индустрии уже около 10 лет. В индустрии. В частности, из-за хейтеров, которые дистрили меня, когда я был маленький, да? О, народ, так всё. Чё, я интервиноват. Не обращали внимания и смеялись. Поэтому я так подумал, фак, я днём. Зачем делать то, что не нравится людям? Пошли все на... Всё. Всё, да, браво, браво, браво. Сейчас у меня в планах записывать новые треки. Первый трек уже много кто слышал. Йоу, собаки, я на руку. Собаки. Моей группе ВКонтакте. Нет, они говорят, если бы это было и правда он, это было бы эпично. Но это не он. Возвращение. Жорик возвращается. Ого. Прошу принять достойно. Мда. Группа ВВК закрыта. Майспейс не обновлялся миллион лет. А те два трека, что Жорик успел выпустить, намного уступают его раннему творчеству. Я возвращаюсь с новым стайлом. Это мой стайл. Повторить успех Децла у Жорика не вышло. Ниша в шоу-бизнесе осталась свободна. Часики тикали, а плавэху на юных фанатах рэп-культуры мутить было некому. Пока не появился... В 2007 году на музыкальных каналах внезапно материализовалась новая звезда детского рэп-стиля с париком из сладких кукурузных палочек, опухшими отеками на руках и кукольным макияжем. Да, это был 2007. Тогда насчет гендерных стереотипов... А, в новинстве, да. Нет, тогда это была, помню, загадка. Я помню, мы с тобой не были знакомы. Я тогда ходила и думала, так, четыре участника, два мальчика точно. Я всегда думала, что он девка. Два мальчика точно. А вот тут, по краям, у меня был вопрос. По краям? Ну, по краям, вообще, не было вопроса. Вот этот вот точно. Билл? Не знаю, кто это. Билл, это Билл, а рядом с ним Том. А, как я не сейчас. Никто никогда не вернется в 2007 год. Ладно, давайте заценим первый сингл Кроша под названием «Стукач Симаков». По странным обстоятельствам, крутившийся на MTV уже не в щит-параде, как Жорик, а просто так. В этот раз каналу либо занесли бабла нормально, либо Крош и правда весь такой крутой и MTV-шный. Господи, конечно, нет. Все становится ясно уже, как только он открывает свою пасть. Эй, да это же Лил Памп на максималках. Ну да. Что-то есть, да. Что-то есть, да. Макароны тоже те. Что за школа без прикола? Без прикола это просто не школа. Без прикола является олицетворением бунта подростков среднего класса и как бы вопрошает. Что за школа без... А почему у него руки накладные? Плюшевые руки. Чтобы большие руки были такого просто. Чтобы больше, а зачем? Руки за грибуки? Прикола. У меня руки за грибуки, за грибуки. На фиг сидеть, изубрить или же молчать, если бы прикол спокойно под парт в карты играть или спать, или спать. Я не могу, это ужасно похили срать, да? Это похоже на школьную самодеятельность. Знаешь, когда вам нужно подготовить концерт там 23-го, 8-го марта, и вам нужно делать какую-то максимально стихотворной форме какую-то, типа песенку, и она, например, так же вот... Стихотворение, да. Да, вот так вот примерно она выглядит, и вот это все так. И знаешь, и все сидят примерно с такими лицами, кроме каких-нибудь учителей и родителей, которые у детей эти выступают, и они такие, да, класс, класс. Да играй под партой свои карты сколько хочешь. Только если это контурные карты. Мамина дочка. Как ни странно, но Крош говорит не про себя, хотя это он. Весь клип как не пацан тусуется с девчонками и ходит с накрашенными ресницами. Да и если прислушаться к тексту, Симако это скорее стукач, а страж порядка. Кстати, обратите внимание, тут еще и минусовка, прям чисто блатняк такой. Крош жесток дизит одноклассника, ставит на нем клеймо стукача и призывает всех к физической расправе над ним. Это песня, которая оправдывает гребаную травлю. Мне послышалось или мочи его суку? Да, это было. Ого, вы срезурили, но это что уже перебор для детского рода? Ну да, да. Да, жопа там была. Да, хранит в жопу. Да, он еще он еще и подчеркнул, прям еще жопчик свой зажал своими пальчиками большими. Я извиняюсь за то, что я оскорбил ваши чувства, ребят. Всех, чувства, всех! Чувства вас всех, да. При всей дикости лирике по сюжету 3D-мультика в клипе Крош на самом деле типа абсолютно безобиден. Кактус под затучилки он класть не собирается, сигаретами одноклассниц не угощает, мороженое у маленьких не отнимает. Это все триггеры для Симакова, лишь бы тот пожаловался бате-директору, а потом получил оплеуху за, так сказать, ложный вызов. То есть, другими словами, этот глазастый чертилок, как кукловод, дергает за веревочки и манипулирует Симаковым, чтобы тот подвергался насилию со стороны жестокого отца-тирана. Этот же трек был переделан еще и в версию на английском. Видать, у продюсеров были большие планы по завоеванию Запада. Так, окей, в русской версии суку хотя бы зацензурили, но он стартует с ругательства и на всем ее протяжении слово «фак» можно услышать аж три раза. Оооо! Ооо! Понятно. Планы по завоеванию Запада так и остались планами. Да и, будем честны, у Кроши не было шансов. Тем более, второй его сингл это вообще перепевка подросткового рэп-дуэта из 90-х группы Крис Кросс. Лил Крош там было? А, вот это когда. О-о-о. Что? Вообще все повторили. Да. Только парус. Крис Кросс вряд ли в курсе, что их песня зазвучала на чистом русском, и что под нее с ней от странной не имеющей... Слушай, они даже притчи одинаковые, очень похожие, посмотри. ...потажение к тексту клип про президентские выборы, где Крош назначает сам себя главой государства. Типичный вор и жулик. Кстати, странные вплетения веревок в дреды тоже явно вдохновлены Крис Кроссами. Скопированы они были так же нелепо, как и песни. А еще у них была странная фишка со штанами задом наперед, и ее тоже пытались адаптировать под Кроша. Правда, с какой силой бы не подрезали успешные идеи из-за бугра, сделать из Кроша что-то кроме посмешища у его продюсеров не вышло. Жизнь этого странного проекта ограничилась двумя клипами и участием в детском мюрзикле «Цветлые ясны эко». Потом парнишка, отыгрывающий Кроша, Филипп Ореженков, начал взрослеть. У него поломался голос, да и в голосе этому уже начинала чувствоваться усталость. Если смотреть... Ты слышал этот... Йопи-йопи-йоу, дайте денег, отпустите меня отсюда, пожалуйста. Для продюсеров то главная проблема детских рэперов в том, что они взрослеют. Что за школа? Без прикола. Без прикола это просто не школа. Сука, как же я устал. Можно было не париться и просто врубать ему одну и ту же фонограмму. Он с ней наверняка бы по сей день гастролировал со своими двумя песнями. Да, полноценного альбома у Кроша так и не вышло. Впрочем, невелика потеря. Мне нравится эта массовка, которая спереди его зацены танцует. Там несколько девочек в один ряд поставлены и все, больше камера зал не снимает, потому что просто никого больше нет и это выглядело бы грустненько. А вот чем артист занимается сегодня, мне никакой информации нарыть так и не удалось. Последнего появления, как я понял, было в клипе диджея Грува, где он просто был актером. Больше никакой инфе о судьбе Филиппа Орешенкова нет. Нет, я даже не уверен, что он вообще в сетях заброшен и заполнен довольно тревожным. Мне больно. Он в итоге мог просто на все забить, перебраться в США и стать лилпампом, но что если бы Крош существовал по сей день? Представить несложно. Эй, это Крош! Крош! А, понятно. Знаешь, что жестко? Что, по сути, это просто эксплуатация детей. Нет, я думаю, я думаю, что, наверное, все-таки эти дети не просто так пришли. Они пришли и сказали, папа, я хочу быть звездой. Или папа пришел к ребенку и говорит, так, я хочу, чтобы ты был звездой. Да. Он говорит, зачем мне быть звездой? Мне так все есть. Зачем? Нет. Просто знаешь... Ты будешь звездой, потому что мне нужны бабки. Нет, я не знаю. Нет, мне кажется, сами дети просили. Просто они не знали, как прославиться. И папа нанимал, видимо, какую-то команду маркетологов. Но они это делали, знаешь, так вот максимально... Слушай, даже если они просили, я уверен, что вот через год они уже насытились. Да, мне кажется, многим стало стыдно после этого всего. Мне так не хочется этого всего. Типа, зачем это мне надо? Ну да. На самом деле... Им все это стыдно, потому что, на самом деле, я их пальцами покажу. Типа, смотри. Ну вот как себе чувак говорил, что 10 лет я не мог возникать свою карьеру. Меня там в фейсере захветили. А на самом деле, я очень жестко его психику... Ломаю, да. Да, потому что, знаешь, когда ты ребенок, ты не воспринимаешь, что это зашкварное. Каким-то жорик. Да, вот это жорик и показали. Дальше кому стыдно за это? Ну да, видно, что стыдно. Так, понимаешь, тогда ребенок просто не воспринимаешь. Думаешь, ну да, нормально, прикольно. У-у-у, знаешь. А потом начинаешь зарастать, ты думаешь, господи, какое зашкварище. Что я делал? Зачем? Как можно удалить? А интернет все помнит. И как уже не удалить, понимаешь? А вот это вот клеймо, оно висит. Мне немножко еще напоминает, как вот в этом меме, знаешь, когда выходит мужик... Как это зовут актера? В кепке такой, знаешь, который молодится. Ну то есть, знаешь, видно, когда люди пытаются следовать современным трендам и тенденциям, но немножечко опаздывают на пару лет, и поэтому это выглядит немного странненько. Короче, вот такая вот реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор.